Сегодня депутаты областного законодательного собрания собрались на первое после каникул пленарное заседание. На нем предстояло рассмотреть более 40 вопросов, некоторые из которых вызвали жаркие дискуссии. Законопроект об образовании в Кировской области регулирует общественные отношения в сфере образования, а также создание условий для реализации права на образование. После первого чтения поступило 14 поправок. Часть из них касаются материального обеспечения педагогических работников. Кроме того, профильный комитет предлагает дополнить постановление двумя дополнительными пунктами, в которых даны рекомендации правительству области и департаменту образования области, касающиеся вопроса установления размера родительской платы за содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях. В связи с принятием закона образования во втором чтении, изменится ли оплата за детские сады, потому что до сих пор мы тарифы и расчеты получить не можем. При этом мы уже обсуждали, что в городе Москве рост произошел с принятием закона почти в пять раз. И это очень важный вопрос. В настоящее время подготовлен проект постановления правительства области, в котором предлагается установить среднюю плату для каждого муниципального образования. Однако часть депутатов продолжала настаивать, чтобы были обозначены конкретные цифры. Точку в споре поставил заместитель председателя правительства области Александр Галицких. Вы не услышите никаких цифр, пока они не приняты соответствующим нормативным актам правительства. При обсуждении могут звучать любые цифры. Проект закона об уполномоченном по правам предпринимателей в Кировской области также вызвал жаркие премии. На финансирование института уполномоченного потребуется 4 миллиона в год. Я тут для себя написал, сколько мы за 2-3 года придумали всяких организаций и должностей. По правам ребенка у нас есть, по правам человека у нас есть, общественная палата у нас есть, сейчас будут по правам предпринимателей. Общий бюджет всего этого составит 15 миллионов рублей. Значит, вопрос, кто у нас будет следующий по правам? Значит, если бы сегодня... Да, и может еще там есть предложение чиновника по правам еще создать. В итоге, выслушав все за и против единогласным решением депутатов, законопроект в первом чтении был отклонен. Но новый законопроект может быть вновь внесен на октябрьское заседание. Михаил Кунышев, Игорь Охотников, Вести, Киров.